Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать, сказать. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете «Радио Народная волна» на частоте 1430 М99,1 ФМ. На нашем веб-сайте radio-nvc.com. И если нам удастся побороть YouTube, то увидите нас на YouTube-канале. Какие-то нам палки в колеса вставляет YouTube. Очевидно, узнали, что у нас сегодня в эфире капитан первого ранга Юрия Таба. И заблокировали нас на какое-то время. Никак не можем запустить. Я враг народа на YouTube, на Facebook, на Twitter. Ну, в общем. Приятно, что я... Единственное, что приятно, что я в той же компании, что и Трамп. Да. Хотя бы я среди друзей забанен. Юр, давайте у нас есть... Нет, звонка пока. Был звонок, очевидно, услышали, что я объяснил по поводу YouTube. Потому что довольно широкая аудитория смотрит нас в прямом эфире. Лайвстрим, что называется, на YouTube. Но, к сожалению, вот сейчас пытаются наши техники пробиться, добиться до YouTube. Они нам выдают какой-то странный месяч какой-то, что, дескать, экспайрит ваше разрешение на YouTube. Кстати, говоря о YouTube и говоря о всех этих, так называемых, Big Tech, как мы привыкли их называть, да, в последнее время. Очередной, по-моему, Defense Act или как-то он так называется. Короче, очередной военный бюджет, который предусматривает выделение 700 рекордных 750 миллиардов долларов. Это рекордная сумма. Похоже, зависает в воздухе, потому что Трамп, понимая, что это его последний шанс как-то, ну, обуздать, что ли, вот этих вот монополистов в соцсетях, говорит, что он наложит вето на этот законопроект, если в него не будет внесена, внесен пункт о изменении или запрете или отмене 230-го акта закона. О том, что, напомним нашим радиослушателям, что 230-й акт ограждает обладателей соцсетей от какой-либо ответственности, поскольку они представляют себя как платформа для независимых высказываний, и они несут никакой ответственности. Вот что люди думают, то и говорят. Но на самом деле, как мы хорошо знаем, вот и YouTube нам еще раз, в очередной раз это доказал, они занимаются тем, что они цензурируют, другими словами, они заглушают консервативные голоса, голоса, которые идут не с линии демократической партии, по любым вопросам, касается ли это ковида, касается ли это выборов, касается ли это отношение к Ирану, к Израилю и так далее, неважно, чего бы это ни касалось, оружие. Вот если вы выступаете или размещаете какие-то материалы, которые расходятся с линией демократической партии, ваши материалы подвергаются цензурированию, либо они просто блокируются, либо людей всадят в тюрьму, либо приписка, что этот материал на самом деле фальсификация, неправда. Или они также еще и тормозят, могут продвигать твое видео, а могут тормозить его, потому что оно не сходится с их политической партией. Потом еще самое страшное, то, что они взговоры друг с другом, и это уже было в Конгрессе выяснено, что они говорят между собой, они устраивают и блокируют одни и те же консервативные голоса. В общем, тут никакой демократии и свободы слова нету, поэтому да, они должны быть регулируемы или разбить эту монополию, или они должны быть регулируемы. Многие сегодня уходят из Фейсбука в MeWe, из Твиттера в Parlor, и я тоже призываю всех, как можно больше людей уйти. К сожалению, YouTube еще не началось такое, что могло бы заменить YouTube. Конечно, с монополиями бороться очень тяжело, а эти монополии, они уже куплены или идеологически так выстроены. Это давно было. Еще при Обаме, кстати, тоже это расследование еще с Обамы, со времен Обамы длится, когда АРС, наша налоговая структура, проверяла больше консервативные организации, чем либеральные. Как бы направлено было стратегически и било тактически по республиканским и консервативным организациям с налогами. Так что это продолжается у нас уже довольно-таки давно. Я помню эти слушания, когда проходили в Конгрессе еще при Обаме, по-моему, даже. Да, это при Обаме, да. И Зукерберг, который, ну, во-первых, терялся, так вроде краснел, пыхтел, потел, а на самом деле про себя усмехался, потому что совершенно дурацкие вопросы задавались. И потом люди, которые задавали эти вопросы, их благополучие, их избирательная кампания зависела от денег, которые им дает Зукерберг. Ну, много, конечно. И мы сейчас видим, что он дал 400 миллионов на кампанию, на эту избирательную, и диктовал, где сборочные пункты будут, как будут. Ну, это все уже тысячу раз мы обсуждали. Дело все в том, что эти соцсети большие, они и производят выборы, они и делают избирательную кампанию. И как с ними бороться, я не знаю, это очень сложно. Поэтому такова ситуация. Думаю, сильно не отличается от начала прошлого века в Российской империи, когда университеты, профессора, газеты, юристы, актеры, вся вот эта вот элита была за то, чтобы царь отрекся, за то, чтобы большевикам дать слово. Ну, и в конце концов добились большевистского переворота. Думая, белогвардейское движение как-то собралось вместе, ну, недостаточно сил у нее было, потом они решили, что они уйдут и сохранят свои формирования там в Турции, в Прибалтике, в Финляндии, даже в Китае. А потом, через полгода народ поймет, что такое большевики, и с распрытыми руками их примет обратно. Но так не получилось. История повторяется, ничего ты тут и не поделаешь, к сожалению. Ну, и вот, на самом деле, действительно, ведь никто, кроме законодателей, не может решить эту проблему. Никто не может отменить 230-й этот акт, кроме законодателей. Законодатели куплены, грубо говоря. Ну, потому что их тоже блокируют, их тоже сразу, и они теряют голоса таким образом, они теряют популярность. Если их не видно ни на Твиттере, если их не видно ни в Фейсбуке, ни на каких главных каналах, что называется, федеральных, то они, про них никто не знает. Они заблокированы и выиграют в следующих выборах их оппонент. Это происходит везде. Твиттер заблокировал ветеранские организации. Они же не объясняют, почему заблокировали, и все. Потому что они понимают, что ветеранские организации помогают другим военным. И все, в основном, военные ветераны, они консервативные люди. И в основном они будут голосовать за Трампа. Другими словами, выпустили из бутылки джинна, и теперь загнать его назад невозможно. Да, нет, этот джинн всегда был выпущен. Просто большевистская власть берет свое. Она с нами воюет нечестно. Там никакого рыцарства, благородства нет. Они врут, воруют, голоса подделывают избирательство. Врут по всем СМИ, подкупают. Заходят в заговор, берут деньги от России, от Китая, от олигархов разных. Представляете себе, какое огромное количество денег происходит. Конечно, военная индустрия, та, которая делает пули, снаряды, танки. И Трамп им тоже не нравится, потому что вот он сейчас и задержал бюджет, потому что он закончил много войн. Не надо нам столько теперь еды для солдат когда-нибудь. Не надо столько носок, не надо столько пушек, не надо столько пуль, гранат и всего остального. Поэтому это огромная индустрия, которая как бы страдает из-за этого. И они тоже, так же как и фармацевтическая индустрия страдает, потому что Трамп заявил, что лекарства должны стоить в Америке столько же, сколько они стоят, эти же фирмы, за столько же, сколько они продают в Канаду, в Европу, на Филиппины и так далее. А не грабить американских людей, которые болеют. Ну вот вы берете все главные СМИ, Китай, Иран, Россия, военно-промышленный комплекс, фармацевтические фармы, эти же в Фейсбуке, эти же Твиттере, Ютубе. И вот вы получаете, что там только страны, ну и олигархи, ну и индустрии разные, вся против Трампа. И весь этот СМИ, представляете, какие там деньги крутятся. Конечно, они хотят избавиться от него, они сразу сказали, любой ценой. И избавляются от него любой ценой. Цена – это наша свобода, наша страна, Америка, с которой брали все пример. И теперь, как мы можем говорить, слушайте, вы там должны провести у себя в Украине или в Белоруссии честные выборы. Да они будут смеяться нам в лицо и правильно будут делать. Давайте попробуем принять звонок. Человек пытается дозвониться, и давно. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, я хочу вот что спросить Юру и вас, Сереже. Знаете ли вы что-то о вот этом мировом великого сброса, переустройстве, Давосе, вот этого, в общем, короче говоря, я посмотрела видео Ванштейна, Леона. Это вот глава вот этого экономического форума в Давосе, и все, что они придумали, и то, что мне казалось каким-то таким смешным, ну, неправдой, заговором. Ну, в общем, это похоже, что это все так и есть. Вот. И понятно, почему Трамп и элиты не хотят Трампа. Им нужен беспомощный ручной президент. Вот. Куклы будут править и так далее. А Трамп слишком активный и плохо управляемый мировой элит. Это как кость-горлик. Короче говоря, знаете ли вы это, как вы к этому относитесь, и более того, я хочу сказать слушателям, что надо послушать обязательно Леона, и параллельно можно посмотреть... Мы с Леоном об этом говорили в эфире, на самом деле. Спасибо большое. Спасибо, да. Я не видела. Да, и нет, ну, просто, знаете, это очень тяжело мозг воспринимает, неподготовленный сразу, очень тяжело в этом все поверить. Ну, хотя бы мозг есть тоже, да, хорошо? Да, да, но есть такой, какая-то некая Таня Соколова, юрист, и у нее на лайк-журнале есть текст со всеми скринами и со всеми картинками. Ну, понятно. Спасибо большое, спасибо за вашу информацию, но, к сожалению, то, о чем вы говорите, где можно почерпнуть информацию, что можно посмотреть, больше... Да, Леон. Леон об этом часто и довольно-таки досконально рассказывает, поэтому я не хочу пересказывать про Давос. Мы просто будем повторять то же самое, что он говорит. Я полностью с ним согласен, то, что я узнал про Давос. Да, они хотят, ну, не просто там в двух словах отменить частную собственность, но, в принципе, опять же, Леон это объясняет, как они будут отменять, как это будет происходить. И это уже происходит давно, и, конечно, вот это помешал им Трамп. Почему им помешал Трамп? Опять же, Трамп ни у кого денег не брал, никакие лоббистские фирмы его не продвигали. Он сам стал, его сам народ выбрал в президенты. И вот второй раз его выбрал в президенты тоже народ, даже еще с большей победой. На 10 миллионов больше голосов было отдано Трампу, тоже беспрецедентно в истории США, когда президент, который сидит в Белом доме, набирает больше голосов и проигрывает. А, например, Обама в свой второй выбрал на 2 миллиона набрал меньше голосов, а Трамп на 10 миллионов набрал больше и проиграл. Но такое это неслыханное. Много, но я сейчас не буду повторять опять же все эти вещи, потому что от него надо избавляться, от Трампа надо избавляться любой ценой. А остальные эти политики, как Камала Харрис, как Байден, как Клинтоны, как Буши, они больше никогда ничего не делали в своей жизни, они в жизни были в политике. Они такие профессиональные президенты, сенаторы, которые... И он не годится в этом стаблице, свалился им на голову, как Наполеон свалился на голову монахам, как Гагарин, Юрий Гагарин свалился на голову политбюро. От которых надо было избавляться любой ценой. Мировая война, мировая война. Сбить самолет, сбить самолет. И я вообще-то переживаю за Трампа, за его жизнь, за его благополучие, потому что все равно управлять страной, где одна треть, уже ясно, что одна треть людей, которые могли голосовать в этих выборах, одна треть не согласна. Не согласна. Они говорят, фальсификация произошла. Нас надурили, нас обманули, нас обокрали и изнасиловали. Управлять такой страной, причем управлять ей будет не Байден, вы сами понимаете, да, а Камала Харрис. Вот так вот нас наибайданули, как бы сказать, Камала Харрис. Но будет очень сложно, я думаю, будет. И поэтому они прибегут к очень жестким таким большевистским законам. Изменят закон, потому что у них, если проиграем Джорджию, будет власть в их руках полностью, они, как большевики, начнут действовать жестко по отношению к малому и среднему бизнесу, в первую очередь. Почему? Потому что это свободные люди, свободно мыслящие люди. Ну и ко всем к нам, остальным там полицейским, от них избавиться. Сначала там, как в начале прошлого века, будут революционные матросы патрулировать. Ну, в нашем случае Black Lives Matter патрулировать. А потом придет и секретная полиция. Все это уже по накатанной. Все это уже было сделано много раз в истории. И прямо у нас под боком в Велнезуэле и на Кубе. Ну, и не мне рассказывать это как. Это все было произошло в Советском Союзе. И как был выстроен Советский Союз во время расцветания и демократизации России. Когда уже было временное правительство, когда уже было все остальное. Ну, вот. Что раз это было проделано. Так что ничего тут нового, ничего нового мы не видим. Если народ просто не встанет и не будет протестовать против этого и не разрешит, то мы тоже окажемся в такой ситуации. И смирно нас будет показывать пальцами и говорить, ну что же это так. Знаешь, вот мы как бы последней надеждой на то, что не произойдет вот таких драматических перемен, а остается Сенат. Что вот если в Джорджии победят два сенатора, которые переизбираются, то Сенат большинству останется за республиканцами. И таким образом мы как бы гарантированы от радикальных перемен в нашей стране. Ты знаешь, у меня по этому поводу есть некие сомнения. Я сейчас объясню, откуда они берутся. На протяжении многих лет республиканцы в Нижней Палате, в Верхней Палате во время перевыборов всегда одним из пунктов их выступлений, так сказать, их задач была отмена Обама Керр, если помнишь. Покойник Маккейн в последние выборы выступал, я говорю, мы отменим Обама Кера, отменим Обама Керр. Трамп его поддержал, Маккейна переизбрали. И у нас было большинство в Сенате, и оставалось только проголосовать отмену Обама Керр. И что мы получили? Мы получили Маккейна, который вышел театральным жестом, убил этот законопроект. Так вот, даже если в Сенате будет большинство контролируемо республиканцами, у меня, к сожалению, нет... Во всяком случае, я не дам руку на отсечение, заверяя, что в этом случае мы гарантированы от каких-то законопроектов, которые не поддержат кто-нибудь из сенаторов. Абсолютно с тобой согласен, потому что разрыв маленький, даже если он будет, он будет один-два голоса, эти разрывы маленькие, и сейчас мы уже видим, сколько предательства, сколько измены вокруг Трампа, как крысы бегут с корабля, и каждый волнуется за свою политику. Многие говорят, да-да-да, Трамп, конечно, он прав, да, конечно, это было фальсифицировано, но если я скажу, то у меня будут такие нападки, такие угрозы моей семье, всему... Опять же, большевистские эти замашки, угрозы, шантаж, запугивание людей, запугивание политиков, запугивание юристов, адвокатов, запугивание судей, оно все происходит. Только то, что запугив... Допустим, вот мы ходим, да, на протесты за Трампа, за фальсификацию, ни одной сожженной машины, ни одной разбитой витрины, даже ни одного граффити нет на стенке, там, Трамп наш или что-то такое. А поразвернут, вы же представляете, какие сильные беспорядки будут вот этого хулиганя, вот этих анархистов. Опять же, все это происходило. Давайте, многие люди говорят, давайте будем, чтобы все было спокойно, все нормально, пусть это будет, потом вернемся, потом сделаем, потом, потом, потом. Потом может не быть, потом может быть суп с котом. То есть можно пройти точку невозврата и уже изменить что-либо кардинально? Да, если, я думаю, что если Сенат попадет в руки демократов, они продвинут, запакуют наши суды, что называется, там будут уже либеральные суды, откроют границы, нагонят сюда дармоедов, этим которых они посадят на карточки, на футстэмпы, там, на пайки, на что еще. Все они будут зависеть от государства, те, кто их обслуживать будет, врачи, бизнесы, рестораны, будут зависеть от них тоже, тоже это будет все зависеть от государства, таким образом, все компании. Потом они приделают еще два штата к нам, в Вашингтон, Д.С. и Порта-Рика, и там будут уже четыре либеральных сенатора, да, левых, и все, и у нас уже будет однопартийная система, или как в России, где будут такие фейковые еще пару партий, которые не будут иметь никакого отношения или влияния, или просто как в Китае, где будет полностью однопартийная система, и мы будем такой провинцией Китая. Я иногда... Учите китайский и прищуривайтесь, господа. Я иногда дискутирую с людьми по поводу однопартийной системы, и они смеются надо мной, дескать, ну, как это может быть однопартийная система? Есть же партии, все равно республиканская партия никуда не денется. Я говорю, хорошо, она никуда не денется. В нашем штате, в Иллинойсе, тоже есть республиканская партия, но у демократической партии в законодательном собрании супер большинство, люди, которые там сидят, Майк Мэддиган, спикер Нижней палаты, там уже 40 с лишним лет, если не 50, по-моему, рекорд уже побил все рекорды, заседая. И, по сути дела, при формальном наличии оппозиционной партии в штате рулит одна партия, во всех отношениях. Я говорю, и ты хочешь, чтобы вот такая же в кавычках многопартийная система была во всей стране, то есть, когда у демократов Белый дом, Нижняя палата, Верхняя палата и оппозиционная партия, которая сидит, спокойненько там наводит свои делишки какие-то темные, грязные. И все, не только это, и все СМИ, и все бизнесы, и все налоги, и все будет в руках только у одной партии. Да, только у одной, это даже не партия, это секта, где все голосуют единогласно, где всегда будет один и тот же лидер, Пелоси, ну, пока она ласты не склеит. И, да, просто люди не думают, не видят дальше своего носа, они думают, что завтра это ничего не случится. Не может такого быть, быть такого не может, и, но все это, правда, не случится завтра, это все будет происходить постепенно, как и в Советском Союзе, как и в Гитлеровской Германии, все это происходило постепенно, это забрало несколько лет пока, а евреи, которые заходили в газовые камеры, они еще верили, что быть такого не может, ну, не может этого быть, они шли и верили, что этого быть не может, поэтому может, все может быть, и все может произойти, и в истории это случалось много раз, и, к сожалению, сейчас мы наблюдаем, как это случается с нашей страной. Кстати сказать, 80-летняя Пелоси не собирается уходить на пенсию, и не собирается отдавать свой пост спикера парламента, у них там будет, развернется, очевидно, какая-то борьба, но, похоже, она все-таки останется, она каждый день выскакивает, делает пресс-конференции, сегодня я кусочек посмотрел, где она говорит, новый президент плюс вакцина, как будто бы создание вакцины это заслуга Джо Подвального Байдена, то есть вот. Ну, правильно, все, это мы можем до бесконечности объяснять, уже всем понятно, кому не понятно, вы идиоты. Все заслуги сегодня это Байдена, ну, в принципе, это Камала Харрис, а все, что плохо, все, что не делалось даже хорошо, но если это делалось с Трампом, это все плохо, и все это должно быть переделано и поставлено обратно на обамовские рельсы. И, что Байден, вот, послушайте, знаешь, у нас говорят, за Байдена проголосовали или миллиардеры, или идиоты. Вот вы, те, которые проголосовали за Байдена, посмотрите свои банковские счеты и потом скажете мне, кто вы. Сегодня Байден уже сказал, ну, вот по телевизору человек говорит, ну, вот вы мне скажете, это нормально, как Трампу там приписали, что он что сказал, что он это сказал, что он не так на Путина посмотрел, что он его по плечу ударил. Байден говорит, я говорил с Бараком, я сказал Бараку Обану, что если у меня будут сильные разогласия с вице-президентом, то у меня образуется какая-то болезнь и я подам в отставку. Вот за кого вы проголосовали. Окей, мы должны остановиться, у нас рекламная пауза. Пока вы можете делать рекламу, делайте, потом вас поставят на государственный расчет и будут давать вам паёк и вы должны будете только говорить правду. А пока можете капиталистически подходить к этому, давайте рекламу. Возвращаемся в программу Народная трибуна. Телефон студии 847-400-5200. Обещаю, что примем звонки. Я только напомню, что сегодня на Народной трибуне капитан первого ранга ВМФ США Юрий Табах и чему я безусловно очень рад. Я думаю, наши радиослушатели соскучились уже по его речи. Юр, не возражаешь, если примем звонки? Конечно. Все для народа, все для человеков. Добрый день, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Я приехал в начале 90-х и некоторое время работал в Донкин Донас, который 24 часа открыт и никогда не закрывается. Но один раз в жизни мы были вынуждены закрыть. Это было как раз в канун, то есть в день, когда был выговор при Аджей Синтсону. Потому что не только мы были закрыты и покрыли все окна, двери, ворота, фанеры, но и все в окку, в нескольких блоках от нашего места, где мы работали. И тогда еще говорили, что будут такие же погромы. Мне кажется, что не зря наши демократы руками Антифа и Black Lives Matter устроили у нас показательные погромы. Не только у нас в Нью-Йорке и в Латчиках и так далее по всей стране. Не кажется ли вам, что все же судьи и республикации наши испуганы тем, что если вдруг победит Трамп, то они могут повторить уже более масштабно, чем летом этого года? К сожалению, да. Страх отцов это рабство сынов. Конечно, из-за страха, из-за всего все люди хотят мира, все люди хотят спокойствия, стабильности и закрывают глаза, думают, что нас это как-то обойдет. Это же касается гомосексуалистов и евреев. Меня это не касается, потому что я не еврей, не гомосексуалист. Потом это касается коммунистов и душевно больных, я не душевно больной, а не коммунист. Так что меня это не касается. Но когда уже коснулось меня, говорить некому было. Есть такой священник во время Второй мировой войны в Германии, который говорил не так, как я это пересказал, я в короткой форме. Но когда за мной пришли, уже говорить было некому. Так что конечно это страхом, они вас запугивают, страхом запугивают. Слушайте, у нас есть конгрессмены, которые говорят, вот это все давосовские, соровские идеалы. Они говорят, что те адвокаты, которые сегодня защищают Трампа, или пытаются, их надо лишить юридической лицензии БАРа, потому что они Трампа защищают. Вот такие, значит, они бесстыжие такие, они против. Ну, понятно, это вот социалистическо-советско-коммунистические там, не знаю, идеалы. Мы же за, они же вам говорят, мы же за честность, мы же за равноправие, мы же за справедливость, поэтому если вы против этого, то вас надо посадить в тюрьму, в психушку или расстрелять, потому что вы враг народа, потому что вы против справедливости, против, ну вот эти вот, послушайте, если вы почитаете, что у нас пишет Госдеп, официальные люди, которые сегодня работают, служат в Госдепе, давали присягу, они говорят, что Джулиане надо уже, пора открыта, они говорят, на службе, что Джулиане надо в психушку отвезти уже, он полный псих, что он делает, потому что он пытается защитить, потому что он пытается выяснить, что же все-таки произошло. Это наши официальные лица, где наша ФБР, где наша прокуратура, где эти все люди, они все запуганы, уже директору ФБР Байден пообещал, что он останется на службе, потому что ему же нужно, чтобы все дела его сына замяли, все его дела, дела Клинтонов все замяли, уже это же все очевидно и видно, поэтому говорить об этом, они говорят, что да, люди имели право голосовать без ID, без какого-то удостоверения, потому что есть люди, которые не знают, как получить это бесплатное удостоверение в Соединенных Штатах Америки, которое удостоверяет их личность, что они граждане Америки, там пожилые, у моих родителей такое было, потому что у них уже водительских прав не было, они уже были такие пожилые, а водительские права уже закончились, им прислали такое удостоверение. Нет, есть люди, которые, они сами говорят, вот расисты, да, они называют нас расистами, они говорят, есть меньшинства, которые умственно не могут, не знают, как получить вот это удостоверение, поэтому могут просто прийти и проголосовать, не показывая ничего, а сказать, вот я хочу проголосовать за такого-то, вот кто голосует и избирает нам наших лидеров, люди, которые не то, что там не платят налоги, не то, что не дармоедничают, или криминал какой-то, они вообще умственно отсталые, им даже не надо показывать свое удостоверение личности, вот чего добиваются эти давосовские крысы. — Кстати, давайте примем звонки. Добрый день, пожалуйста, в эфире. — Здравствуйте. Во-первых, большое-большое спасибо за такой подарок, как встреча с уважаемым Юрием Гайем. — Спасибо. — Это, ну, очень редко бывает, к сожалению. Во-вторых, я хотела спросить, вот я согласна со всем, что вы говорите, что это, как говорится, последняя надежда, вот сейчас, если не выиграет Трамп, значит, уже назад, как говорится, возврата не будет, потому что если они умудрили сейчас так слсифицировать, то в следующий раз им будет еще легче это сделать. Вот я хотела спросить, что на Верховный суд уже никаких надежд, невозможно ничего сделать, ну, в смысле, подать апелляцию или иск в Верховный суд, это уже невозможно, или что-то еще есть какие-то надежды? Спасибо. — Возможность, спасибо. У вас очень хороший вопрос. Возможности всегда есть. Как я говорю с военной точки зрения, мы потеряли, нас выбили с высоты, нам теперь надо брать эту высоту обратно, эту высоту обратно брать очень тяжело будет, потому что большую цену надо будет, потому что у нас нету поддержки артиллерии, то есть у нас нет Конгресса, у нас нет СМИ, они все против нас, у нашего врага они находятся, у нас нету поддержки с воздуха, то есть у нас нету ни прокуратуры, ни госдепа, что-то их нигде не видно, и у нас разведка дает нехорошие сведения, неправильные сведения, где наша ФБР, то есть где все те, которые должны поддерживать президента или нас, чтобы мы взяли эту высоту обратно, поэтому у нас положение очень плохое. Конечно, мне начинают писать, звонить, что у меня пессимистические взгляды, у меня упаднические взгляды, давай позитив, давай нам все это послушайте. Есть оптимисты, требуют от меня оптимистического взгляда, есть оптимисты, это те, которые стоят и видят свет в конце туннеля, есть пессимисты, которые тоже стоят и не видят свет в конце туннеля, а есть реалисты, которые видят двух идиотов, которые стоят на рельсах в туннеле и ждут поезда, потому что один видит свет, другой не видит свет. Вот реальная ситуация очень, конечно, тяжелая. Почему вы хотите, чтобы я все время говорил оптимистическими, что да, Трамп все это продумал, он все это ожидал, это чтобы всех их загрести вместе, и все, и теперь положат конец. Этому не произошло. Первую неделю, помню, все меня этим топили. А вот два генерала сейчас выступают, что, значит, главу ЦРУ взяли, она дает показания тоже. Потом эти, что взяли машины наши, Кракен наши спецвойска, перестрелки с ЦРУ, все это показывают, все это вот это вот позитив, все такое. Ну и там эти водяные знаки, которые в Китае бюллетень надел, все, Трамп это знал, все он предсказал. Не похоже. Вот реально не похоже. Похоже на то, что были наивные, подумали, что будет более-не менее честно, подумали, что сможем взять вот всех этих олигархов, всех индустрии, всех этих монархов, всю эту элиту, он взял на себя Китай, все, и думал, что победит один. А поддержки нету, разбегаются, запугивают людей, денег мало, не хватает, не хватает волонтеров. Вот я вам все скажу, заместо того, чтобы требовать от меня оптимистические ноты, а для чего оптимистическая нота, нужны вот эти оптимистические взгляды, тогда вам делать не надо ничего. Вы можете сидеть и говорить, да все, он это все спланировал, все есть, деньги есть, если там это все специально было сделано, мне делать ничего нет, мне не надо давать денег на помощь, мне не надо участвовать в демонстрациях против фальсификации, мне не надо звонить тогда и писать моим конгрессменам и сенаторам, и настаивать от них. Поэтому я могу просто сидеть и купить попкорн, и смотреть, как Трамп будет всех их валить, потому что Юра Гарри нам сказал вот такие оптимистичные ноты. Нет, это не оптимистичные и не пессимистские ноты от меня выходят. Я говорю, каждый должен делать, что он может. Можете послать два доллара на борьбу? Пошли. Можете звонить своим конгрессменам, сенаторам? Пошли. Хотите прийти на демонстрацию со мной завтра в 12 часов в Халлендейле? Давайте присоединяйтесь, будем махать лайк, что-то будем делать, хотя бы показывать, что мы еще пока можем это делать, что у нас пока еще есть право на это, и мы его используем. Если наши политики это услышат, если наши судьи это услышат, увидят, что мы организованы, что мы правда собираемся бороться с этим, а не ждать оптимистических взглядов от каких-то блогеров или от каких-то политиков, то, может быть, и сработает, то, может быть, и Верховный суд нас услышит. Я не знаю. Я не конституционный юрист. У меня нет ответов на все вопросы. Но я знаю, что если мы не будем бороться, если мы не будем не показывать свое недовольство этому, то мы бараны, и мы заслуживаем то, чего мы заслужили. Винить в этом кого-то мы не можем. Они делают свое дело, они воюют по-своему. Нечестно, конечно, нам сложнее, потому что мы должны честно бороться и в рамках закона. А они могут воровать, врать. Ну, так, к сожалению, часто идет борьба. И добру намного сложнее бороться со злом, чем злу с добром. Но делать это мы должны. Мы обязаны это делать. Те, кто из нас может. А требовать оптимистических взглядов, обоснованных на чем? На фейках? Нет. Серьезная ситуация. Мы попали в серьезную ситуацию. Весь мир попал в серьезную ситуацию. Сейчас очень много в мире стран, которые переживают. Есть, которые радуются. Россия радуется сейчас. Китай. Просто праздник у них национальный сейчас идет. В Иране национальный праздник. В Палестинской автономии национальный праздник. Потому что им уже все сказали, что все вернется на места свои, и все будет, как вы хотели. А не как вот этот сумасшедший Трамп хотел. И поэтому страны такие, как Израиль, переживают. Потому что они понимают, что у них сейчас начнутся проблемы с Камала Харрис. Страны такие, как Хонконг, Тайвань, Корея, они в шоке. Они вообще теперь у них траура. Они понимают, что они уже Китай. Все у них в Северной Корее празднуют. И Украина. Украина, хотя там все СМИ и все политики трыдят, что вот наконец-то и теперь, потому что Трамп это был путинский, путинская кукла, то сейчас вот Байден им покажет. Хотя при Байдене это у них отняли Крым, начали войну. И его сын разворовывал страну и развивал там коррупцию вместе с нашим послом от Обамы. А Трамп прикрыл Северный поток, опустил цены на нефть. Уже цены на нефть пошли вверх, вы не заметили. А это все в помощь России. Это кислород для России. Она сейчас опять начнет становиться с колен. И это очень опасно для Украины. Но их СМИ все равно, потому что олигархи. Потому что олигархи, потому что СМИ, потому что деньги надо разворовывать, распиливать. То, что народ там гибнет и страна уже готова взорваться на куски. Это не важно. Главное продолжать воровство и дырабеж своего народа. И будут им доказывать, что нет. Байден вот пообещал, что отключат SWIFT. Не отключат. Потому что клиент России намного богаче, чем неизвестный клиент Украины, которая никому не нужна нигде. И все равно долгоник одной и той же. Трамп вот ударил по плечу Путина, сказал, что он хороший парень. Или там смотрел на него как-то не так. А то, что он дал летальное оружие, ну это не важно. То, что он северный поток прикрыл, это не важно. Северный поток-то строится. Потому что с Германией надо дружиться. Потому что с Европой надо настраивать отношения. Чтобы продолжать все так, как было. Поэтому эти страны переживают. Эти страны волнуются за это. Но они ничего поделать-то в принципе не могут. От них ничего не зависит. От нас зависит. От американцев. И если мы будем ждать только оптимистические взгляды, это нам не поможет. Юр, мы к сожалению не приняли десятой доли тех звонков, которые были в нашем эфире. Поэтому давай мы сделаем небольшой перерыв. А потом все-таки пообщаемся, пообщаемся с нашими радиослушателями. А они и того заслуживают, я думаю. Возвращаемся в программу Народная трибуна. Телефон в студии 847-400-5200. Обещаю, что мы примем звонки и постараемся ответить на ваши вопросы. Лишь напомню, что сегодня на Народной трибуне капитан первого ранга ВМФ США Гарри Юрий Табах. И на самом деле я должен сказать, поблагодарить Юр. Спасибо огромное за то, что я знаю, ты очень бизи-бизи-бизи. Занят, занят, занят. И тем не менее нашел время, чтобы пообщаться с нами и с нашими радиослушателями. Слушайте, такого кризиса наша страна еще никогда не переживала. Давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, Луфи. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Инна, и у меня такой, может быть, немножко сумбурный вопрос. Вот, я бы хотела услышать ваше мнение насчет Франкфурта на май, не Доминиан. Сказали, что там были убиты 12 человек из FBI. Уже 12? Там дамочка, которая была главная там в этом офисе, Франкфурте, ранена, но ее куда-то запрятали до суда, чтобы с ней ничего не смогли сделать. Это первое. И еще такое, ну, это я что-то не очень верю, что у Трампа, у Байдена на самом деле совсем нет никаких переломов от игры с собачками, что это ему натянули браслет, чтобы он никуда не смог убежать. Нет, еще, значит, есть, что арестовали Сороса и арестовали Обаму еще тоже. И Джину Хаспел тоже я где-то читал. Да, уже арестовали. Арестовали, она уже показания. Знаете, это надо смотреть, откуда исходит такая информация, на чем она основана. Очень много фейков. В основном, я думаю, что это все фейки. А уже FBI, уже 12 человек, я изначально слышал 5 человек, и это было ЦРУ с перестрелки с нашим спецназом войсковым. Ну, это на самом деле легко объяснить. Есть блогеры, которые этим живут, и чем нелепее какая-то сказка? Это я здесь с тобой поспорю, потому что это тоже есть такой финт, есть такой прием. И вот это вот вы ждете позитивных, оптимистических новостей, и вам не надо ничего делать. Ну, вы хотя бы позвонили в студию. Вам не надо теперь не давать денег на расследование. Все идет своим человеком. Все, Крамп продумал, он все за вас сделал. И все будет хорошо. Я не думаю, что это так, потому что это надо рассматривать, откуда идет такая информация. В чем есть финт здесь? Есть финт такой, его использовала Дестапо, СС, НКВД. Тебя сажали в тюрьму, мучили, ты уже умирал, жизнь твоя обесценивалась, а результата не было. Того, чего они от тебя добивались, не могли получить. Тогда переходили к такому финту, они тебе давали вот эту вот надежду, они давали тебе вот это вот позитивное, оптимистический взгляд. Они приходили, говорили, извините, пожалуйста, все, произошла ошибка. Айхман, не Айхман, а Менгеле стоял в Освенцуме, когда привозили евреев, тогда я говорю, извините, пожалуйста, на идуше, извините, пожалуйста, произошла ошибка, вот как вас сюда везли, это недопустимо, будут наказаны, сейчас у вас будет душ, вас накормят и поселят, и будет все в человеческих, и люди шли и верили, оптимистически взгляды, только знали, что врет, но верили, знали, что врет, но верили, вот так мы устроены, такой у нас животный инстинкт, верить в это, как бараны. И такой финт, что он говорит, все, извините, произошла ошибка, сейчас вот вы помоетесь, примите душ, мы вас накормим, все, вот за дверью стоит жена с детьми, уже вообще извините, вот, и ты думаешь, принимаешь душ, одеваешь вновь чистую одежду, и думаешь, боже мой, ну есть бог на свете, ну вот, все, все разобрались, поняли, что я ни в чем не виноват, сейчас я буду в объятиях своей любимой женщиной, детей, и все, потом все это с него срывают, и кидают обратно в эту камеру, опять избивают, опять все, опять ломают человека, ломают психику таким образом, и ты, ну вот, значит, с водяными знаками не вышло, значит, вот эта ловушка не вышла, а во все это мы верили, да, а вот перестрелка, это и то, что сейчас ее взяли, она сидит в Квантанамо Бэй, чтобы давать показания, глава ЦРУ, тоже верим, а потом не будет, в конце концов, у вас сломается психика, вы перестанете сопротивляться, это все делается для того, чтобы мы перестали сопротивляться. Давайте попробуем принять звонки, и добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, у меня такой, знаете, ремарк маленький, как насчет Бара, который выступил, высказавшись, что все окей, все в порядке, ничего, вы слышали, что он это сказал? А мне кажется, мне кажется, что ему это пора искать, если вам кажется, вы креститесь, вы слышали, что он сказал это или нет, или вы слышали, что вам сказали, что он это сказал? Вот и все, просто это и есть, как они делают эти фейки, как они запускают, потому что, да, из всех СМИ звучит, что Бар это сказал. Бар уже опроверг это, он говорит, я этого не говорил, или я сказал не в этом смысле, что он верит, что были фальсификации. Другое дело, что он ничего по этому поводу не делает, вот это другое дело, мы не видим, или хотя бы мы не видим, что он по этому поводу делает. Но то, что вы говорите, что он сказал, вы не слышали, как он сказал. Также мне многие пишут, и говорят, ну вот, Два генерала сказали Что была эта перестрелка Что взяли Я говорю, вы слышали, как они это говорили? Ну да, слышали, там его портрет стоял И чей-то голос говорил Чей голос говорил? Где эти генералы? Где афидевиты? Где их выступления официальные Этих генералов, включая Флэна? Флэн уже несколько по всем каналам Уже выступил Ничего подобного он не говорил, я не слышал этого Значит, это фейк Спасибо за ваш звонок 847-400-5200 А вот то, что я тоже в соцсетях видел Что Флэн поддержал идею Маршал Ло Вы слышали, как он это? В соцсетях вы это слышите Вы видели, что кто-то это напечатал Написал Вы слышали, что Флэн вышел и сказал Я призываю президента Трампа Я генерал Флэн Я призываю президента Трампа Ввести Маршал Ло Нет, не мог он этого сказать и не скажет Потому что это анконституционно Президент не имеет такой власти Чтобы ввести Маршал Ло Если на нас не напал То есть это все в том же ключе Преподносится Для того, чтобы нас успокоить Сломать нашу волю сопротивляться Потому что все вранье Нам как бы врут наши же генералы Флэны Нам же врут наш президент Трамп Генпрокурор Бар Оказывается, они все врут Оказывается, они все крысы Вот сказали одно, а делают другое Нет, они этого не говорили Понятно Следующий звонок Добрый день, пожалуйста Здравствуйте Еще раз Я хотела вот что спросить Такое же вранье Что Трамп подготавливает Помилование Там своей семье Себе заранее И это передают Как вот последние известия Вот, например, по Дэвидсон радио Я просто вообще возмущена Какую-то желтую прессу Но я не это хочу спросить Я хочу спросить Меня, вот вы волнуетесь, что Сенат будет так противостоять Этому всему ужасу А я волнуюсь, что Сенат не выберут Наших двоих Республиканцев Потому что Потому что туда едут Со всех сторон Америка Ну, эти самые демократы Там Посылают все сами письма И так далее И они будут голосовать Их будет очень много Там может быть Очень Но они могут победить просто Таким Да, ладно Слушайте, если они вас обманули Один раз И вы дали им Мы дали им Уйти с этим Почему вы думаете Что они вас не обманут Ни во второй раз Ни в третий раз Чем дальше Тем им легче будет Нас обманывать И вводить в заблуждение И фальсифицировать Все выборы В свою пользу И у нас будут такие выборы Как в России Как в Китае Как там Я не знаю, в Китае вообще есть выборы Или нет Но будут у нас Такие же выборы Как в Венезуэле Да, как в России И следующее Что уж такое сорвался А вот скажите Я тоже не слышал Призыва Адвоката Алин Вуда И Сидни Пауэллс Но якобы Речь идет о том Что выступая на ралли Они призывали Байкотировать выборы В Джорджии Поскольку они Якобы Я не знаю Еще раз говорю Я этого не слышал Но это обсуждается Я слышал И это было бы глупо Байкотировать выборы Тогда Надо наоборот Чтобы больше волонтеров Везде в интернете И слышали Что нужны волонтеры В Джорджии Чтобы люди Юристы Особенно Которые студенты Которые понимают Чтобы люди Которые разбираются Которых есть опыт В выборах Наблюдения Чтобы ехали туда Волонтерами Чтобы помогали Чтобы посмотрели Чтобы не было фальсификации Чтобы избрали Эти двух сенаторов Если будут Байкотировать Опять же Я думаю Что враги говорят То выиграют Сенаторы Демократы И все И салям алейкум Америка уже никогда Не будет Америкой Абсолютно Добрый день Пожалуйста В эфире Добрый день Господа Я вам сейчас скажу Не совсем понятно Дело в том Что 4 года Вокруг Трампа Создавалась Огромнейшая Негативная Энергетическая Система И ею было пропитано Абсолютно все Это чисто Это закон Психологии И то что сейчас Произошло Именно эта система И сработала И с ней С ней бороться Очень Очень сложно Это должно быть Такое мощное Энергетическое Позитивное Желание Чтобы Трамп Вернулся А у него все таки Достаточно Сторонников Что Я думаю Что Эти две энергетики Негатив Справится Понимаете Как хотите Такое Есть мнение Ну а пока Если отвлечься От энергетики Есть реальные люди Есть реальные действия Есть вопросы На которые мы До сих пор Не получили ответов А есть борьба Как на юридическом поле На политическом поле И вообще Я сегодня Слушал Или вчера Билла Орали И он говорит Ну он правда Предсказывает Такую ситуацию Что через неделю Все это закончится Все эти суды Все эти разбирательства Пересчеты Подсчеты Я не знаю Почему он так решил Очевидно Он имеет ввиду Что через неделю Все выборы Будут засертифицированы И дальше Это никуда не пойдет Но единственное Говорит он Что Трамп Строит Кейс На будущее То есть вот Преподносится Все эти Виды фальсификации Доносится До сознания людей То есть Трамп пытается Выиграть Что называется Court of the people Не суд А как бы Суд людей Чтобы Рассказать им Что происходит И может быть Тогда что-то Сдвинется с мертвой точки Мы уже говорили Сдвинуться с точки Если эти люди До которых Это все донесется Что-то по этому поводу Будут делать А не сидеть Ждать Оптимистически И веселых Новостей Обещаем Светлое будущее И свет В конце Туннеля Если люди Начнут участвовать В протестах Начнут писать И начнут Звонить Своим конгрессменам Ходить на выборы Идти волонтерами Смотреть Чтобы выборы Происходили Честно И прозрачно Если люди Начнут брать В свои руки То что с ними Происходит А не сидеть И ждать Тогда что-то изменится А просто надеяться Что Трамп Это все сделает Это глупо Согласен И пошла бы цепочка Их арест И только после этого Подать на них В суд И если суд Их признает Виновными Тогда их наказать Процедура Долгая Нудная Доказательств Мало А вот просто Так их схватить Ночью Засунуть В черный Вагонок И на Лубянку Так у нас Так у нас не работает Пока Не работает Может быть Когда-то Сработает Но думаю Не в нашу пользу Я хочу Просто Пояснить Для тех Кто может быть Не в курсе На слушаниях В Джорджии Были предоставлены Слушания Для законодателей Были предоставлены Видеозаписи Где Вы слышали Эту историю Что якобы Прорвало Где-то трубу Чего-то В общем В 10 часов Зашла В это большое помещение Где находились Все эти машины И бюллетени Сказала Все Заканчиваем подсчет И где-то Возобновим Утром В 8.30 утра Все придете В общем Выгнали всех Представителей Прессы Представителей Республиканских Наблюдателей Все покинули Это помещение За исключением 4 человек Это на видео Видно А эти 4 человека После того Как все ушли Вдруг откуда-то Достают Там огромный Контейнер Ящики Или чемоданы С бюллетенями И начинают Их запускать В эти машины Это Это историю Которую мы Все слышим Потому что Мы все слышим То что мы Хотим слышать Демократы Говорят другое И не только демократы И это происходит В Джорджии И губернатор Джорджии И глава Избирательной комиссии Джорджии Который республиканец Который голосовал За Трамп Говорит Нет ничего там Такого не произошло Да Там было Ну Безобразие в том Что не организовано Все было Но это не значит Что были фальсификации Просто они сказали Что все На завтра Откладывается Идите домой Потом пришел начальник И говорит Нет Мы никто Не идете домой А люди уже вышли Из комнаты А только 4 человека Там оставались Все обратно заходите И продолжаем работать Но вот это уже Не показали И поэтому Это будет идти спор Это все доказать Но то что люди пришли То что люди ушли Это не значит Что были фальсификации Это не доказательство Что были фальсификации Вот что на суд Будет смотреть К счастью У нас не только Есть законность У нас есть еще И правосудие По правосудию Это неправильно Мы все Прекрасно понимаем Что произошло Но нужны доказательства То что машины Были куплены В Германии То что То что Программы Были сделаны В Венезуэле То что Подсчеты шли В Германии Да Все это Очень неподозрительно Все это Очень неправильно Что у нас Нет своих Программистов Что у нас Нет своих людей Которые считают Но это не доказательство Что произошли фальсификации Или достаточно фальсификации Чтобы перевернуть Итоги выборов В итоге выборов Понимаете Поэтому да Мы все прекрасно знаем Что Алкапон Был убийца Мы все прекрасно Это знаем Что он был Черный рынок Что он был Мафиозник Но доказать в суде Это не смогли Его пришлось Посадить Из-за Неуплаты Налогов Мы все прекрасно Знаем Что О.Джей Сэмпсон Убил свою жену Но доказать В суде В правосудии Оказалось Невозможным Хотя все Мы прекрасно Это понимаем Мы все Прекрасно понимаем Демократы Тоже все Они не идиоты Они все Прекрасно понимали Они понимали Что они Их поймают Что их с фальсификациями Поймают Что их с этими машинами Доминием Поймают Что кто-то что-то скажет Где-то будут Афи Дэвида написаны Кто-то Где-то будет Ликс Они все это Прекрасно понимали Но они это просчитали Они идиоты У них армия Грамотных людей сидит Как и во главе Большевистской партии Сиделы Очень грамотные люди Сидели Они все знали Но они также понимали Что времени На нашей стороне Времени На стороне Трампа Что он не успеет Собрать все эти доказательства И доказать это в суде И поэтому Они возьмут власть В свои руки Изменят законы И уже никогда Их не отдадут А то что вы люди Там на НВС Радио На еще где-то Думаете Или хотите Да это им все До одного места Они возьмут власть И больше Ничего вы По этому поводу Сделать не сможете Они прекрасно понимают Что мы все это понимаем Они понимают Что мы понимаем Что они понимают Но сделать это В рамках закона Пока что Похоже невозможно Или очень сложно Значит что Поднимать Вооруженный бунт В стране Не знаю Кто пойдет На этот вооруженный бунт Кто на это Поднимется Я не знаю В будущем Мы еще наверное Услышим Какие-то дела Может быть Даже кого-то посадят Пока что Никого не посадили Не за Бенгази Не за то Что на сервере У Клинтона Были Нет Юр я имею ввиду Не тех неприкасаемых Которые относятся К клубу элит Я имею ввиду Тех которые работали Что-то делали На участках Там Ну да Их посадят За нарушения За нарушения Мелкие нарушения Которые не поменяли Исход выборов Да Потому что Периодически После того Как прошли выборы Года через два Через три Там То одного Одного посадили То другого За то что Они там Двадцать восемь У нас как и выборы Филадельфии Все время кого-то сажают Даже бывшего Которые Но в Филадельфии Да Но в Филадельфии Выборы продолжаются Быть Одним из самых Коррупционных В истории Соединенных Штатов Америки Причем постоянно И это Это город В котором была подписана Наша декларация Независимости Где колокол Независимости Где наше Здание Независимости Стоит Где сама Американская революция Независимость Права человека Все это было Сделано в этом городе Сегодня Самые коррупционные Выборы Уже много лет Это продолжается Юр Огромное спасибо За такой Спасибо вам Трезвый подход Непредвзятый Но строй надо держать Надежду не терять И продолжать борьбу А не расслабляться Расслабитесь Сами знаете Что с вами сделают Обезьяна В зоопарке Это правда Спасибо Всего доброго И до следующей встречи Есть Субтитры сделал DimaTorzok